В прошлой серии я продал семейную Мазду, перекрасил все тачки Фомы, после этого я купил БМВ М3, БМВ М5 и в 90, Додж Челленджер, далее я занимался перекупством, ну а что же было дальше, вы узнаете в этой серии. Ну и чё пацаны, встречайте, это уже 51 день пути вам жабестика на новом сервере в Блэк Раше. И кстати, тормози, братишка, если вдруг ты хочешь поиграть на проекте вместе со мной, то просто скачивай игру по ссылочке в описании, взлетай на сервачок Кримсон, после захода вводи промокод хэштег Бэстик. Ну и чтоб ты понимал, ведя его ты абсолютно бесплатно получишь скин, бустера, аксессуара, кулу, вип, голд, ну а также новый бандитский гелик. И кстати, под прошлой серией вы набрали 1200 лайков, и донатик у нас забирает вот этот вот челик, сколько лайков вы соберете на этой серии, столько доната мы и разыграем в следующий раз. Ну чё, залетаем на Ярик, появляемся в гаражике, прыгаем в доджик, ну и сейчас мне вообще нужно понять, где сдавать на права на водный транспорт, просто как вы видите, у меня их нет. Но я добил 18 левел, и это значит то, что теперь я могу работать на водолазе, тем более сегодня x2 акция. И именно в эти прекрасные дни многие работяги фигачат прям на водолазике, потому что это очень выгодная работа, на которую я на постоянке хотел устроиться, для того, чтобы лутать там нехилые бабки. К сожалению, лицензеров у нас нет в сети, поэтому чё, полетели в автошколу, выгружаем тут доджак, ну и бежим сдавать на права, хотя тормозите, возможно у меня штрафы есть, не, нифига нет. Всё, залетаем, подбегаем на меточку, во, водный транспорт мы можем сдать за 20 тысяч, отлично. Сейчас фастиком пройдём тестирование, всё, отлично. Емай, теперь мы появились на гидроцикле, на пирсе, заводим двигатель, ну и нам нужно фастиком проехаться по всем красным меточкам. Емай, капец, какой он неуправляемый, вы просто посмотрите на это. Для того, чтобы на нём зарулить, нужно потратить огромное количество времени. Я надеюсь, сейчас мы быстренько всё это проедем. Емай, как на ней развернуться, объясните мне. Да, это было крайне сложно, но за 3,5 минуты я неужели получил права. Берём сейчас наш даджак, ну и летим до ближайшего пирса. Так, ну всё, добрались, пацаны у меня доступа просят. Проверяем, да, он реально бабки кидал. Выдаём доступ на оружие. Инвентарь у нас, в принципе, не так уж и сильно забит, сейчас удалим всякий хламчик. Ну, я думаю, места нам по-любому хватит. Теперь мы подбегаем к вот этому капитану пирса. Загружаем спиди яхту, просматриваем список заданий, выбираем добыча предметов водолаз. Всё, отлично, запрыгиваем на лодочку. И у нас появляется ближайшая метка. Яма нам фортанула. Ну всё, в принципе, поплыли туда. Так, ну всё, за секунд 40 мы доплыли. В инвентаре у нас появляется скин водолазиком, и мы переодеваемся. А яма у нас же женский скин. Я забыл то, что у меня пол женский стоит. Ну, кстати, он прикольно выглядит. Ладно, чё, остаётся просто нырять. И на этой глубине нам нужно будет искать предметы. Так, ну вот, допустим, первый есть. Нам говорят, отправляйтесь наверх, вы немного устали. Но ничего, сейчас ещё поищем. О, фотоаппарат Сюдэмс. Теперь нам написало, вы сильно устали. Вот теперь можно подниматься. А то после того, как у нас экран потемнеет, мы начнём терять здоровье. Это нам нафиг не надо. Всё, вот так на секундочку поднялись. Теперь можем обратно спускаться. Лутаем сейчас, короче, стиралку, колесо, аккумулятор. В итоге пять предметов мы собрали. Остаётся, как я понимаю, последний. Ну, в принципе, вот он у нас. Это у нас двигатель. Вы собрали все предметы со дна. Отправляйтесь к капитану причала. Всё, поднимаемся вверх. Запрыгиваем в лодочку. Ну и летим к нашему капитану. Так, ну всё, вот так залетаем. Бежим к капитанчику. Мне интересно, поскольку мы будем сдавать предметы по 24 тысячи, яма, имбулечка. Сейчас мы всё это продаём. Ну и в итоге за одну ходку, примерно за пять минут, мы зарабатываем где-то 145-150 тысяч. Это реально имбовое. Берём сейчас новое задание. Яма опять фортанула, снова эта метка. Не, ну пацаны, мне что-то прям сегодня везёт. Прыгаем на лодочку. Летим снова на место. Заныриваем. Мне очень нравится на этой локации расположение предметов, потому что они очень близко друг к другу. Их можно очень быстро собрать. Поднимаем первый, второй, третий, сразу четвёртый, пятый. Ну и шестой сюдемс. Яма, у меня хп падает, нужно срочно подниматься. Вроде бы должен успеть. Всё, отлично. Подлетаем мы сейчас снова к капитану. Сдаём все наши предметы по тому же самому прайсу имбай. Ну и также лутаем около 150 тысяч. Чтобы вы понимали, снова задание я не смогу взять, потому что у нас имеется КД. То есть запоминаем тайминг, через час мы сюда возвращаемся и сможем снова работать. Чтобы вы понимали, мой даджак украли. Поэтому переодеваемся в бустеры. Прыгаем в лодочку. Ставим ближайшую меточку к БУ. А, хотя я прям гаражику могу подплыть имбай. Всё, полетели туда. Так, ну всё, отлично, мы приплыли. Выпрыгиваем с лодочки. Её выгружаем. Ну и залетаем в гаражик. Тут мы неужели берём нормальную тачку? Чтобы вы понимали, её уже ушатать кто-то успел, капец. А у меня ещё и ремок нет. Ладно, полетели до магазика. Закупаем тут ремочки. Чиним нашу лайбочку. Делаем скрин с подписчиком. Ну и летим на аукциончик. Просто как бы сейчас очень хорошее время для ловли. Возможно, даже что-то годное найдём. Так, ну всё, забегаем сюда. Ема тут топовую симку за 5000 выставили. Поискал я владельца, но его тут нет. А, вот ещё одна за 2 ляма есть, жесть. Давайте 2500 на неё кинем. КЗ словлю, нет. Ладно, чё, полетели теперь на рынок. Ё-моё, я штраф ещё словил. Спасибо ментам, чё сказать. Ладно, чё, залетаем на рынок. Честно, я ожидал тут большего количества тачек, но тут их чё-то очень мало. Вот есть Сеста. Продам Сеста все прошивки, ФС, тренировка, 2,75, торг. К базару нет норм прайсек. Остальные тачки я не успел посмотреть, потому что меня сабы окружили. Так, ладно, погнали тачки дальше искать. Ё-моё, это чё за колхозный Rolls-Royce ужас. О, кстати, на среднем вот что-то есть. Сразу вижу, Е60 стоит. На ней 2000 бега, спорт, не трос. Чё по цене? Пневма, 2,7. Ну, с пневмой нормально, но не для меня. Вот, кстати, Субарик есть. На нём 400 бега, без прошивки, есть не тросик. Ну, такое неинтересное. О, вот Е39 есть. По ПТСке тут 133 бега, спорт, не трос. Какая цена? 1,3. Гидра? Да. Гоу 900. Мне кажется, он меня нафиг пошлёт. Нет. А какой край? 1,2. Ну, блин, это как бы рыночная стоимость, тоже брать не буду. У меня какого-то фига ворота почернели, это нормально? Они просто всегда с текстуркой были. Так, ладно, выбежим снова на улицу. О, Х5, вот это то, что надо. По ПТСке тут 700 бега, спорт, не трос. Предложим 1,2. Нет, ГСО, чего? А сколько край? 1,7. Стоп, у него гидра была или мне показалось? Нету гидры. Ну, блин, в принципе, это рыночная цена, брать не будем. Вот ещё и Е60-ка есть. Попросил я ПТС, он просто уехал, понимаю. О, нифига, Xpeng продают на SP. Сколько? 4,5 торг. Но учитывая то, что у него ГОС-4, мне кажется, это овер. О, Х5 за 11,5. По ПТСке тут 300 бега, спорт, не трос. ГОС у него 10,5 оказывается. Ямай, я думал, где-то 15. Кстати, цена на эту Е60-2,4 торг. Неужели добился от него ответа? По ПТСке тут 1000 бега, спорт, не трос. 1,9 предложим. Мало? А какой край? 2,2. 2МБ весь балик. Не, бро, никак. Блин, печально. Ой, в десяточке. Продают её за 7 торг, да ну нафиг. Чувак спросил SP+. А я посмотрел ПТС, а оказалось то, что тут спорт. Понимаю, какие, блин, 7кк торг, чувак. У него даже донстрабов нет. О, камрюшечка. Продает он её за 1,6. А, так она стоковая. Такое себе. Капец, сейчас как-то сложно тачку найти. О, кстати, ай-восьмая за 11. Мне интересно, что тут по ПТСке. 3000 бега, спорт, не трос, тип топлива и электро. Предложим 9,5. 11. Блин, ну такое. Акулу за 6кк продают. Не удивлюсь, если она стоковая. FS, FT, FG, нитро, занижение. Предложная цена. Го 3,8. Нет. А сколько край? 5,2. Так сток же, чё так дорого? Ема он гений. Нитро. Короче, понятно, сейчас начнёт всё это перечислять. О, X5 за 3,5 торг. 9 тысяч бега, спорт плюс, не трос. 3,1. 3,3. Го. Ема, если сейчас заберём, вообще кайф будет. Так чувак 3,5 даёт. 3,550. 3,6. Блин, ну я надеюсь, он мне сейчас скинет, не? А, да ну нафиг продал уже. Ну блин, на самом деле сомнительный вариантик из-за бега, пацаны. Не знаю, слил бы я дороже, нет. О, Е60. На ней 400 бега, дрифт, не трос. Только дрифт прошивкой? Да. Го 1,6. Нет. А сколько? 1,9 край. Не, ну это дороговато. О, кстати, вот F10 есть. 8 тысяч бега, спорт, не трос. Предложим 5. О, тачку открывают, садимся. Я сразу заметил фуловый свет, клиренс. Если сейчас заберём, это вообще чё за пушка будет? О, прилетает предложение за 5, забираем. Всё, сюдемс. Спасибо, братуха. Я какой-то типа её угнал, понимаю. Ну, я её как бы вовремя выгрузил. Загружаем тут. Ну и чё, летим на аукциончик. Ема, чё она исполняет? У них, кстати, очень приятный конфиг стоит. Вроде бы наша F10, Фоми не так ходит боком. Ладно, чё, залетаем на аук. Чекаем, чё тут по симочке. А, мою ставку не перебили, серьёзно. Номера М, кстати, ловят за 937. Поставим лям 50. Слёт у них будет минут через 20 примерно. А, ну в принципе, я думаю, они даже раньше слетят. Сейчас просто нужно вот так вот тыкать. О, кстати, кейс бомжа, сюдемс. Открываем. Ну и четырку получаем. Хотя бы чё-то, чё сказать. Так, нам нужно как-нибудь скоротать время. Давайте пока что чекнем багажник Бэхи. О, нифига, скинчик какие-то, номера и всё. Ну, такое себе. Давайте сейчас снимем эти НЗшки. Закинем багажник. Долетим до ГИБДД. Ну и попробуем чё-то словить. Фигня, 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 фигня. Ладно, покрутим немного. Давно я этим делом не занимался. Ну, в рашке параша падает. Попробуем украинские. Тож фигня. Может, Белоруссии повезёт? Не, нифига. Последняя надежда у нас на Казахстан. Ну и в нём тоже нифига не выпадает. Чисто минутки за две мы тут 1100 оставили, нормально. Полетели лучше обратно на АУК. О, номерочек у нас уже на подходе. Всего тут 4 чела, не знаю, будут перебивать меня, нет. А, мне лям 50 вернули. Поставили лям 74, понимаю. Но ничего, сейчас по факту уже будем это всё ловить. Ямай, только сейчас заметил, тут автосалон среднего класса слетает. На него всего 103 ляма поставили. Ошалеть, знал бы я, я бы сейчас всё нафиг попродавал и пытался бы его ловить. Хотя, мне кажется, его мажоры лямов за 500, может за миллиард словят. Аж самому что-то интересно стало. Так, ну всё, симочка от нас слетела. Сейчас пойдёт закуска, потом наш номер. Играть с огнём не будем, поставим лям 98. Главное, случайно 10 не поставить. На симочку, кстати, не перебивали, это отлично. Просто её цена где-то 4,5-5 лямов. Так, ну вроде бы пока что никто перебивать не хочет. Мне просто очень нужны эти номера, мне капец как интересно, за сколько их можно будет слить. Мне кажется, им цена примерно 2 ляма. Тем более, на них 78 регион, это как бы Питер, из-за этого они должны стоить дороже, по сути. Хотя, многие игроки в Блэкраше вообще на это не смотрят. О, мне бабки вернули. Ставим лям 146. Забираем бабосы. Я буду биться до последнего. Я всё жду, когда эта закуска слетит, она до сих пор не слетает. Просто после неё как бы наш номер пойдёт. Опять бабки вернули. Ставим лям 194. Бабосы забираем. О, закуска неужели слетела? На номер лям 500 поставили. Ставим лям 524. Возможно, это моя большая ошибка, но я буду топить. Лям 650 заготовим. Заберём бабосы. Больше меня никто не перебивает. Я не пойму, меня типа подставили или что? О, всё, лот уже продан, он скоро удалится. Забрали. Конечно, возможно, по лоупрайсу, но ничего страшного. Вот он, наш номерок имбовый. Остаётся забрать только симочку. Но я надеюсь, меня также никто не будет перебивать. О, мне Роня предлагает лично в руки трейдом слить симочку. Снимать? Да, брат? У тебя как раз аук комку не заберёт. Бабосы забираем. Ага. Трейдик кидаем. Так, всё, трейдик он принимает. Бабосы заливаем. Он закинул симочку. Ну и всё, обменяться. Подтвердить. Всё, сюдемс. Спасибо. Сяп. Тут есть ещё одна симочка. Поставлю на неё 2 ляма 200. Ну и полечу на водолазика. Ну, точнее, на ближайший пирс. Всё, в южный мы приехали. Так, ну всё, на пирс южного пригнали. Спавним спиде. Берём задание. Ну и летим работать. Метка, кстати, довольно-таки неплохая попалась. Так, ну минуты за две я доехал. Переодеваемся. Ну и чё, ныряем. Первый предмет сюдемс. Второй сюдемс. Третий. Четвёртый. Пятый. А, блин, у меня места нет. Удаляем нафиг ремки. Также аптечки. Забираем компас. А, яма ещё один предмет должен быть. Ну, в принципе, я его сразу увидел. Поднимаем. И ещё один должен быть. Да ну нафиг. Яма у меня хуйп на нуле. Я только сейчас заметил. Не успела нифига всплыть и сдох. Вы отдохнули и можете опускаться на поиск предметов. Спасибо. Я лучше в ЦБ отправлюсь. Сейчас фастиком тут лечимся. Спавним аудюху. Фастом летим на пир сарзика. Так, сливаем тут все наши предметы по двадцатке. Шесть штук в итоге мы слили. Получили примерно сто двадцать шесть тысяч. Ладно, чё, берём спиди. Лутаем заданку. Ну, с меточкой нам не особо фартануло. Но другого выбора у нас нет. Летим туда. Раньше был умбовый баг, благодаря которому можно было менять метку. Сейчас, к сожалению, это уже не практикуется. Так, ладно, всё, мы прилетели. Фастиком ищем сейчас наши предметы. Так, ну всё, кайф, мы всё собрали. Шесть предметов у нас вышло. Полетели, короче, к капитану. Так, всё, приплыли. Подбегаем к нашему лысику. Сливаем предметы по двадцать четыре кай. Ну и лутаем где-то сто пятьдесят тысяч имбулькой. Короче, настал у нас следующий день. Вторую симочку мы, к сожалению, не словили. Ладно, заберём просто бабки с ревардой. Берём сейчас даджак. Ну и чё, летим на рынок. Ух, ема, я штраф на пятнадцать тысяч словил, жёсткая. Какого фига тут эти камеры расставили? Так, ну ладно, залетаем на аукциончик. Тут один чел чисто чилят. Тут слетает какой-то школьный ранец за тридцать тысяч. Поставим минималочку. И просто капец интересно, что это. Также вижу прекрасный номер, но пятнадцать лямов за него это овер. Да и в принципе всё, нифига тут больше интересного нет. Ладно, чё, полетели на причальчик. Только у нас вот проблема, сегодня как бы понедельник. Из-за этого, как вы видите, нет x2 акции. Ну-ка, может у меня в реварде купончики завалялись. Во, x2 купон на один день, забираем. Реально, как вы видите, он завязался, но почему-то всего на десять часов. Я чё, не понял, у меня заскамили, что ли? Ладно, фиг с ним, спиди заспавнили. Задание взяли. О, с меткой фортануло им, бай. Мне, кстати, интересно, тут баг пофиксили. А, блин, видимо нет, тут нам максимально аккуратно нужно плыть. Так, ладно, приплыли мы. Переодеваемся. Ну и ныряем. И, Маш, чтобы вы понимали, я пять предметов поднял. А шестой нифига не могу найти. Из-за этого я сейчас трачу дофигищу времени. А, так вот где заныкали вазу, жесть её не видно. А, мне ещё чё-то надо найти, да чё за ужас. Да, теперь главная проблема, это последний, блин, предмет найти. Проблема в том-то, что я всё уже обплыл, и вот тут нифига нигде нету. А, вот она лежит, капец, замаскировалась. Всё, отлично, нам нужно возвращаться на пирс. Ема, сейчас ещё респаун будет, я надеюсь, лодка не пропадёт. Фух, нет, успел запрыгнуть. Ладно, чё, подлетаем сейчас к пирсу. Я чё-то нифига не пойму, а где капитан-то тут? Если я не ошибаюсь, он постоянно вот тут стоял. А, вот, у меня просто нету его чего, ладно. Предметы я могу слетить по 10 тысяч, вы чё? У меня же Х2 акция, чё за бред? Ну-ка, заберём вип-голд. Изменится чё-то? Нет? Не, всё равно по десятке могу продать. Нам, походу, вип-латинум нужен. Но у меня его нифига нет. А, кстати, вот из-за випочки голд цена теперь 15 тысяч. Ладно, сливаем это всё. Залутало в итоге 105 тысяч, ну это такое себе. Ладно, делать нечего, запрыгиваем в лодку. А, я дурак. Берём заказик, прыгаем в лодку. Ну и летим на меточку. Да, конечно, она у нас идеальная выпала. Так, ну всё, мы долетели. Заныриваем, короче. Собираем все предметики. О, всё, мы все предметы собрали. А, 6 штук уже, ничего себе. Ладно, чё, полетели на пирс. Сливаем предметы по 18 тысяч. Ну и также лутаем 1105. Ладно, всё, переодеваемся в нормальный скинчик. О, кстати, вот он тут самый школьный ранец, имбай. Честно говоря, ХЗ сколько он стоит? Ну, в принципе, это не особо важно. Бежим сейчас до автошколы. Берём тут скутер. Летим теперь до ЦБшки. Тут берём Мерсик. Ну и летим до низкого. Так, всё, приехали. Берём тут нашу ММочку. Ну и чё, летим её продавать. Так, ну всё, мы на рынке, народу тут так-то немало. Ема, сколько игроков сразу цену спрашивают. Написал вот такой текст. Будем продавать её за 6,2кк. Край. 5,8 край. Гоу. О, давай запрыгивай. Залетаем на рынок. Кидаем. И он отказывается, понимаю. А, во, реально забирают всё. Сюдемс. 5,700. Нима, это была моя самая быстрая продажа. Так мы ещё и наварили 740,000. Нормик так. О, мне за номер 2,6 даёт. Только у него трейд, блин, забаганный. О, неужели трейдик кинул? Закидываем номера. Он ставит 2,6. И всё, обмениваемся. Подтверждаем. Сюдемс. Спасибо. Сяп. С них мы в плюсе на лям 100. Честно говоря, я немного в шоке. О, мне за симочку 3,7 предлагают. Мы тут поторговались. Кидаем трейдик. А, я её не снял, ё-моё. Снимаем. Кидаем ещё раз. Закидываем симочку. Он ставит 3,700. Ну и всё, обмениваемся. Подтверждаем. Сюдемс. Спасибо. Сяп. Плюс 1,2 в карманчике. Балик у нас почти 30 лямов. Я в шоке. Я вроде тут бегаю на рынке фигнёй, страдаю и каким-то образом бабки зарабатываю. Этот чувак мне теперь X5 за 3 хочет продать. Ну, гоу. Видимо, постоял немного. Никто не берёт. Залетаем на рынок. Прилетает предложение за 3 ляма 50. Походу, комку решил покрыть. Ну, в принципе, пофиг. Заберём. Всё, отлично. Спасибо. В багажнике тут у нас нифига нету. Давайте его починим. Так, подписчиков, пожалуй, выкинем. Не обессудьте. Первым делом я хочу его перекрасить, потому что цвет просто ужасный. Так, всё. Залетаем в стайлинг. Цвет, естественно, у нас будет чёрный. За 42 тысячи ставим. Там приходит кэшбэк в 5 тысяч. Отлично. Не, ну вы просто посмотрите, чей это за сосочка. Я думаю, ляма за 4, он должен уйти. Погнали пытаться его продать. Чтобы вы понимали, я уже минут 30 с ней простоял. Мне 3,5 дают. Ехала? Уже хотя бы за эти бабки отдам. Залетаем на рынок. Кидаем за 3,5. Ну и всё, отлично. Мы её слили. Сяп, тебе СПС. Кстати, у нас же тут банкоматик есть. Давайте штрафы оплатим на двадцаточку. С бэки мы, кстати, ушли в плюс на 460. Неплохо. Так, пора бы нам уже тачки в таксопарке починить. Емач, ты их дофигища прям сломанная. Так, ну всё, машины починены. В сейфе остался лям 340. Снимаем его. Ну и в итоге балик у нас 31100. Нормально так. Честно говоря, на рынке уже нормальных вариков нет. Ну типа вот джаки, какие-то грандбики. Нива М3 стоковая. Ниссан, который продают 100 лет. Вот какой-то скамерный F90. Короче, да ну их нафиг. Мы и так нормально бабок подняли.